Здравствуйте, друзья! На связи Кузнецов Дмитрий, компания Алиам, один из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Как вы знаете, наши подписчики, клиенты, просто слушатели, гости канала часто присылают нам свои записи с коллекторами. Я думал выкладывать, не выкладывать этот ролик. Ни в коем случае этот ролик классный, хороший, просто длинный, затяжной. Все-таки решил выложить. Буду слушать его вместе с вами, комментировать. Ну а вы ставьте лайки, тоже комментируйте, подписывайтесь на наш канал. Кому нужна юридическая защита, вся информация о нашей работе в описании ролика. Есть там ссылочка на наш сайт, посмотрите видео, как устроена работа кредитных юристов. И делайте тот самый необходимый выбор для себя. Ну а сейчас давайте послушаем, как Восточный Экспресс в очередной раз прибивает себя к позорному столбу руками своей же сотрудницы. Итак, поехали. Алло. 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 Скажите, Егор Михайлович? А вы кто? А вы кто? Меня зовут Ксения Олиппин, я занимаюсь департамент изысканий, Банк Восточный. Ну, слуху вас. Скажите, Егор, по какой причине вы не оплачиваете данную задолженность по кредиту? Ага. Почему причина не оплата? Ну ладно, пойдем короткой. Да. Нет денег. Нет денег. Хорошо. А вы когда брали вот до вас номер за то, что выставляете 190 дней? Сумма долга, 137 тысяч. Вы когда брали кредитную карту, как бы, да, год назад, почти год назад. Вы о чем думали? На что рассчитывали? А вы что ли на мою сознательность подавите? Я вообще не разговариваю. А с вашей причиной, то, что почему вы не платите? Ну, причиной я вам объяснять не собираюсь. Клановая сумма была 5600 рублей. Я вам еще раз говорю. Клановой причиной объяснять не собираюсь. Я знаю, что у меня места просрочка. Пожалуйста, я в курсе. Обращайтесь в суд в судебном порядке. Все вопросы будут решаться. А почему нужно обращаться в суд? На каком основании? На основании пунктов договора. Вы можете также перепродать этот договор, например, коллекторскому агенту. Здоровье. Перепродажайте. И его с вас будут выжискивать. И Хегор Михайлович, скажите, почему вы так халатно после данной проблемы? Я уже раз говорю. Я спрашиваю вас, почему вы не оплачиваете? Вы оставьте при себе. Вы как раз не в банке или что? Я себя нормально разговариваю. У меня эмоции даже тикатик нет. Вы сами нормально и везде разговариваю. В таком случае говорите вежливо и нормально. Вы услышали адекватный ответ. В чем проблема? Завершайте разговоры и дальше звоните. Все. Вопросы есть? Я не услышала адекватный ответ. Я не услышала. Я не услышала. Слышать надо уметь. Что вы говорите? Может это ваша проблема? Почему не халите? О коме тебе право так с ней разговаривать? В каком основании? На основании, дорогуша, того, что ты не сотрудник банда. Это непонятно кто. Я вам не дорогуша. Я вам не дорогуша. Может отследить такой случай мой выбор, правильно? Откуда я звоню? Кто я такая? Работает ли такая структура или нет? Вот, вот именно. Ну, подтвердим. Ну, разговаривать, что вы не там банка, но разговаривать там средненько банка не читал. Может так разговаривать? Я как хочу, я так с тобой и разговариваю. Я тебе нормально сказал, в день и в день обращаемся в день и в день и все решаем. Я вам еще разговариваю. Разговаривайте, так и все и не будем. У тебя мозгов не хватает. Ты что, курь, ты не готов не? Ты что, 9 лет образования, что ли, классов, 9 классов? Я понимаю, что ты, послали такую низменную работу, тебя просто никуда не берут или что? Ты в курсе, как сотрудники банков относятся к таким, как ты? Вашего же восточного проекта, обычные кредитные менеджеры. Знаешь, как к таким относятся? Чуть-чуть, знаете, так и как сотрудники с уборщицом. Они уборщиц на вырос называют и по имени отчества. А таких, как ты, они сами называют. Не слушайте вы этих шалап. Вот у меня. Хорошая работа. Вы знаете, что у меня сотрудника, да, вы можете штраф получить до 30 тысяч рублей. Это знаете? Слушай, административный опыт, я знаю, лучше тебя. А лучше тебя, я знаю, административный опыт. Дальний разговор в суд, и вы будете все вместе. Иди, 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 иди. Исходи, Игорь Михайлович. Знаешь, сколько я таких слышал? Исходи, которые орут, что вы скорбили сотрудника, при исполнении, т 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 т. Так пиздуй в суд. Пиши из кого я на меня. Дорогуша, в чем проблема? Я тебя еще и нахуй пошлю удобретать. Чтобы у тебя было больше оснований. Да? А может вы туда сходите? Вам там самое место. Мне там самое место? Как насчет этого? Да, вам тут самое место. Как так вы посчитаете? И возьмите себе под отдых. Не хотите нет? Слушай, милочка, ну видишь, как ты пойдешь. Вот ты вот свои фразы только подтвердила, что никакого заявления ты писать не будешь. С чем вы это взяли? Ну а что ты меня оскорбляешь? Ты посылаешь, ты посылаешь, ты посылаешь, ты бахуешь. Ты предложила еще раз. Какое слово я вам сказала? Я вас когда обозвала, вы меня обозвали, а я вас нет. Я вам сказала, сходите сюда, куда вы мне сказали. Вот именно. А сотрудник банка ведет официальный переговор, не имеет права такие фразы употреблять. Понимаешь? Как сотрудника банка не оскорбляли? Он обязан сохранять, во-первых, блюсти корпоративную этику, во-вторых, соблюдать все должностные свои инструкции и нормы, и плюс соблюдать законодательство. Я этим не связан. Я не юрлицо, я никого не представлю, кроме себя. А ты нет. Ты представитель юрлица. Ты представитель банка, если ты таковой являешься. И ты обязана, ты обязана соблюдать нормативные акты. Ты обязана. Она обязана в свое время наоплачивать данную суда. Вы не оплачиваете. Ты уже сказал, обращаемся в суд на основании пункта договора. А чего мы решили, что мы будем в суд? А ты понимаешь, что... А ты будете разговаривать со своими любовницами, Егор Михайлович. Я я так разговариваю вы такой взрослый да, вы что знаете, так разговариваете? я же так разговариваю так ну и что, тебе это мешает вы будете так разговаривать? это скорее всего вы про себя говорите? я очень рада за вас про себя не расстраивайся я конкретно говорю про себя я понимаю, что у вас очень печальная жизнь я так понимаю, столько мало лет девочка, можно вопрос? сколько тебе лет? тебе хотя бы 20 есть? вот честно скажи сомнения меня берут, что тебе хотя бы 20 есть тебе лет 18-19, но только после школы да? и я в банке работаю вот такая эйфория есть ну честно скажи Егор Михайлович я так понимаю, что у вас при классе образования и у меня с вами не о чем разговаривать понимаете? у меня в 3 класса мне с вами разговаривают да 3 класса в церковном психотерапии да ну если это не так что в церковном психотерапии хорошее образование дают получится ну что вы неужели я поняла Вас так изговаривать научили? шикарна учебная эта идея ой шикарна да я в шоке Друзья, где-то у меня есть В коллекции тоже запись С одним идиотом Именно этого банка Восточный экспресс Так он тоже Вот эту фишку Я рад за вас, я рад за вас У меня прям на этом, знаете, ролик сформирован Может многие слышали Видимо это какая-то действительно Фирменная фраза Сотрудников Восточного экспресса Ну что В ответ этой всей ситуации И мы тоже рады за вас Но только носите каски Друзья, чтобы вам если кирпичи на головы падают То, собственно говоря Чтобы хотя бы с минимальными последствиями Это происходило Ну а мы слушаем дальше этот диалог Очень хорошо, давай дальше Очень хорошо, очень хорошо Давай дальше переходим К следующей теме разговора А то мы так с тобой будем еще полтора часа радовать Не ты, я вам еще раз говорю Не ты, а вы Я сотрудница банка А вы должник А вы должник Ну, на где-нибудь Разговаривайте со своей любовницей А ясно? Это вы такой Это видите, азверкала Да, конечно Я с тобой буду так познакомить Да, все вы говорите Я с тобой буду так познакомить Не будешь с тобой разговаривать Из-за меня я с тобой уже так познакомить Ну ясно? Приятного познакомиться, я вам еще раз говорю. Задолжен, когда будем оплачивать? Ты тупая, да, наверное, Ксюшенька? Скажите мне. Я вам еще раз говорю, от зеркала отойдите. Игорь Михайлович, отойдите от зеркала. И что-то придумаешь. Отошли? Отошли это зеркало, они отошли? Давай, говори, говори, я слушаю. Задолжен, когда будете оплачивать? Тупая девочка. Вам задолженность, нужно оплатить, значит, я еще раз говорю, от зеркала отойдите, Игорь Михайлович, отойдите от зеркала. Я вам уже три терраса теряю, отойдите от зеркала. Вы не понимаете меня, нет? Ну, я вижу, что ты тупая, понимаю, понимаю. Ты сама для себя повторяешь. Я не уверена, что у вас проблема. Я понимаю, а может он скоро улыбнется? Выживай. Вам это исправят? Вызови скорую, нет? Выживай, вызывай. Выживай, да. Хорошо, обязательно вызовы скорую, чтобы вы успокоились. Я так понимаю, у вас же проблема. Вам нужна психпомощь, я так понимаю? Да, вызывай, вызывай, в чем проблема? Я жду, когда ты вызываешь. Вас разговариваете, вас разговаривает, так понимаю, нормально не учили родители, да? Я не понимаю. Или такие уже, как вы? Ты обещала мне скорую вызвать. Так вызывай, где набор 03? Вызовы, вызовы, поверьте. Вызовы приедут и заберут вас. Так вызывай. Поедете лечиться, понимаете? Такие люди, как вы, должны быть именно в том очередении, понимаете? Жить там. Замечательно. Оградить, понимаете, общество. Нужно обращать общество, понимаете, таких, как вы. Вы свои годы, кроме долгов в банке, так понимаю, ничего не имеете. Умная какая девочка. Я не слышу вызова скорой. Где скорая? Скорая будет, Личи. Не переживайте, доедет о вас. Когда? Так что, вот, задолженность, когда оплачьте? Ты скорую вызови сначала. Мне плохо уж, видишь, мне нужно вбросить на психушку. Я поняла, не только нужно туда. Вам не только туда нужно, понимаете? Мне очень, знаете, мне очень стыдно за то, что земля носит таких, как вы. Что, что, стоп, 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 что ты сказала? Тебе стыдно за то, что земля носит кого-то? Это, что ж за мания величия такая-то в твои-то годы? Кто тебе делегировал испытывать чувство вины за земной шар? Алло, гараж, ты сама себя слышишь? Нет. Все больше и больше убеждаюсь, что вот Восточный экспресс – это фундамент идиотизма банковского. Вот именно в этом учреждении работают вот такие вот нечто. Да, ей стыдно, что земля кого-то носит. То есть за землю ей стыдно. Ну, статус не дать, не взять. Давайте дальше послушаем. Очень стыдно. Да. Ты только с твоей земли не проводи. Свои-то годы, вы настолько жалок. Я не провалюсь, не переживайте. Можете беспокоиться. А что ты стыдишься? Вот стыдись, давай не провались, только с твоей земли. Землю. Дорогуша. Обязательно, что вы? Спасибо, что беспокоитесь. А как же. Давай, что еще скажем? Ну, рознь, когда будете оплачивать? Ты тупая, да? Тебе еще раз повторить? Насколько ты тупая? Или что? Дорогуша. Тебе, зеркало отойдите. А у тебя какие-нибудь другие аргументы есть? Кроме зеркала пресловутого. Что еще есть? Я говорю, у тебя какие-нибудь аргументы, кроме пресловутого зеркала есть? Есть. У меня до хрена. До что? Знаете, я не намерена с вами разговаривать, понимаете. Вы из тех людей, кто деградирует. Да, моё изображение, знаете, вы не достойны со мной общаться. Ух ты, как заговорил. Я не хочу со мной общаться. Ну, давай, давай, не общайся, что? За должность, за должность. А платите обязательно сегодня, завтра. Я тебе знаю, что дочка всех дальнобоев в трассе Москва-Владивосток-Пунгу посоветовала? Что ты чего не хочешь? Вот что тебе даст ответ. Не слышу вас. Слушай, доченька, доченька, всех дальнобойщиков в трассе Москва-Владивосток. Я тебе могу посоветовать следующее. Идите с этой работой, а? Да что? Закончи какие-нибудь курсы бухгалтеров. Память больше курсы будет от тебя. А то сидит там какая-то доченька. Только после школы, наверное. А что еще надо? А что еще? А я даже могу тебе сказать, вот зная специфику банковской службы, я тебе даже скажу, как к тебе относят твои руководства. Да что вы говорите, да что вы говорите? Мы еще на амбражуру бросили, потому что все отлично знают, и я в том числе, на какой стадии находятся мои дела. И что? Я вижу на какой стадии. На самой низшей ступени развития находятся, понимаете, ваши стадии. Моя стадия... Да, отойдите вы, наконец, от зеркала, отойдите. Обрите от зеркала. Имеется в виду документальная стадия моих кредитных дел. У вас там также имеется документ о вашем состоянии здоровья, да? Понятно. Очередная, необразованная, некультурная, непрофессиональная звонилка. Понятно. Вы про себя? Вы про себя? В принципе, ничего нового ты для меня не открыла. Я не сомневался, вообще ни грамма не сомневался. Я так и знал, что ты такая. Вот. Что вы знаете? Поэтому я тебе скажу следующее. Еще раз. Повторю для особо одаренных. Да, ты от зеркала, говорю, отойдите. Это вы себе скажите. Смотрите, что вы себе говорите, понимаете? Я хочу вникнуть смысл «хлоп», который тебе сейчас скажут. И зафиксировать в программе, которая... Егор Михайлович, как я могу вас слушать? У вас три класса образования. Вы вообще кто такой? Вы кто по жизни вообще? Вы кто? Вы кто такой? Вы чего добились? Вы мужчина или вы кто? Да вы жалок. Вы просто жалок. Вам ясно? Так вот. Идем дальше. Дело в том, что сейчас пишут вы исковое заявление по моим кредитным вопросам. Именно жалки ваших местных секретов. Подаем более поданное исковое заявление в суд. Начнутся судебное разбирательство. Но тебя это уже касаться никоим образом не будут. Тебе просто-напросто, как стажеру, как неопытному человеку, дали для проверки меня, чтобы проверить, как ты будешь работать. И тебе нужно просто-напросто показать себя. Действительно бы профессионалам нужно было показать. То есть не срываться на истерике, на дитер жачкам, захлебывание, хохот и так далее и тому подобное. И пытаться ответить за емщему тем же, как он с тобой пытается общаться. Это называется верх непрофессионализма к твоему сверению. Вот. То есть ты показала себя лишний раз непрофессионалом. И я тебе скажу следующее. Пройдет пара месяцев. Если ты, дай бог, отработаешь столько в этой структуре, то ты и будешь уволена, или сама убежишь по собственному желанию. Потому что тебе придется каждый день, по 50 раз на дню, общаться с подобными мне. И не только с тобой говорили, но и с тобой, которые даже еще пожестче разговаривают. Я с тобой еще дурочки мягко разговариваю. Довольно-таки мягко. Да что вы говорите? Да что вы говорите? Теперь переходим к сути нашего с тобой разговора. У меня с банком имеется документ, кредитный договор, который закреплен моими подписями и подписями печатными с кредитов банка. Ты это понимаешь? Да. Ты понимаешь, что ты сейчас закреплены? Ты понимаешь, что ты не закреплены? Да. Я говорю, да? Николай Михайлович. Вот. Значит, я вам еще раз говорю. На данный момент, это и вы мне звоните, это я вам звоню, понимаете? Идем дальше. Значит у меня имеется кредитный договор. Кредитный договор соответствует законодательству. Он не может соответствовать. И там черным по белому прописано, что в случае, если одна из сторон нарушает взятые с собой обязательства, а в данной ситуации я нарушил условия кредитного договора, соответственно, у второй стороны имеется право обратиться в суд и в судебном порядке решить данный договор. Все. И это исчерпывающие. Есть второй пункт. В случае возникновения задолженности у банка появляется право продать его третьим листом. Но поскольку я отозвал свое согласие на продажу долга, у банка только право обратиться в суд. Поэтому делаем несложные телодвижения мозгом. Заемщик ждет суда, не платит полгода. Соответственно, будет суд. И решать это будут уже юристы банка. Они такие звонинки. И твой звонок, соответственно, никакой практической пользы не истет. Да что вы говорите? Ты в данный момент, как представитель юрлица, ты нарушаешь законодательство. И причем по многим пунктам. А у нас законодательство... А вы не нарушаете? А у нас законодательство еще, я говорю, прописано, что степень ответственности юрлица гораздо выше степень ответственности физлица. Мое нарушение легко расставится в судебном порядке. О чем я тебе и толкую уже полчаса? Обращается банк... Не ты, а вы. Обращается банк... Ну... И в судебном порядке вопрос решается. Все, поэтому мне не надо писать тебе или без. А это вы так считаете? А это вы так считаете? Вы безграмотный, жалкий человек. Понятно? Тегор Михайлович, вы меня услышали? Тегор Михайлович, вы меня услышали? Жалкий человек, вы меня услышите? Что вы замолчали? Вам больше нечего сказать? Ты еще здесь? А, ты еще здесь, да? Вам нечего сказать, говорю? Да, я еще здесь. Я по-другому ничего не говорю. Я с вами не прощалась, я с вами не прощалась, понимаете? Ты, что она не простилась? Да, я не прощалась с вами. Такие люди, понимаете, такие люди, как вы, они требуют, да, более долгого... Какого долгого? Общения. Понимаете? Доброе общение. Цель общения с тобой. Ты же сама уже несколько раз заявила, что тебе со мной нечем общаться. Знаете, я все же верю в то, что у вас появится хоть грамм ума, чтобы адекватно поговорить, которого у вас просто не хватает. Ага. Угу. Хорошо. Вы пожитие такой, да? Вы пожитие такой, скажите мне? Вы всегда такой, свои-то годы? Слушай, девочка, а, пожалуйста, какие действия будут у любого работодателя, если вот эта аудиозапись разговора попадет к нему непосредственно в руки? Как ты думаешь? Какие действия? Скажите, штаб у вас будет 300 тысяч оскорблений сотрудника банка. Ага. Вам ясно? Угу. Ну, хорошо. Захалатные отношения и отношения сотрудниками банка. Вам ясно? А, мне должно быть ясно, да? Вам ясно, да? Ну, у вас же три класса, у вас, говорю, три класса образования, поэтому я вас не переспрашиваю, это стараюсь. Понимаете? Ой, какая ты тупая, тупенькая, а? Ты же, ты же, ты же, я говорю еще раз, это зеркало, отойдите. Да нет у меня зеркала. А зеркало, говорю, отойдите. Я по улице, ты думаешь? По улице идете? Я же буду по улице. В лужи, в лужи не смотрите, в лужи не смотрите. А, нет, лужи, нет, лужи. Понимаете? Мы лужи не смотрим? Мы лужи не смотрим? Нет, просто. Дорогуша. Угу. Еще аргументы. Это вы так любого. Это вы так любовницей будете называть, вам ясно? Хе-хе-хе. Слушай, ну, определенно дурочка, а. Слушай, я... Это ваша мама такая, это ваша мама такая, вам ясно? Я свои... Мама ваша такая... И из Бербанка, и из Восточного экспресса обязательно эту аудиозапись отправлю, пускай поржут. Хе-хе. Я не жаль вас, мне вас искренне жаль. Вы мужчина, в свой 31 год, а кроме долгов ничего не имеете, понимаете? Даже ума не имеете. Ума не имеете. Ума не имеете. Вы ума не имеете, понимаете? Упориться больше. Даже у петуха больше, чем у вас, понимаете? Да. Вы настолько жаловы, не жаль вас, честно. Не так вас искренне жаль, что вам ваши родители не дали вам ума. Не жаль вас, честно. Вы очень жаловы, я на себя искренне, я вас сочувствую. Я вас сочувствую, честно. Не жаль вас. Я вас искренне жаль, правда. Искренне жаль. Вы настолько, вы настолько, понимаете, вы настолько несчастный человек. Не просто, к которому как сочувствие, не ничего больше сказать, понимаете? Я на себя искренне сочувствую. Искренне сочувствую, правда. Ага. Больше вам ничего не знаете. Ой, Бурочка, спасибо. Ничего не знаете, сказать не можете. Это ваша мама, говорю, такая. Мама ваша такая. Мама, говорю, ваша такая, понимаете? Мама ваша такая. Ага, ну я понял, я понял. У тебя это проигрыш-то заелось. Тебе приходится по 50 раз одно и то же говорить, чтобы самой осознать, что ты говоришь. Нет, я бы все вам повторяю, понимаете? У вас же ума мало, понимаете? Вам приходится выстрелять все раз. Вы же не понимаете с первого раза. Друзья, я правильно посчитал? Она слово понимаете, по-моему, 16 раз сказала за последние 3 минуты. Вы меня понимаете? Ну вы понимаете? То-то-то-то-то-то-то-то-понимаете? То-то-то-то-то-понимаете? Слово паразит, когда человек не знает, как сформулировать фразу, как правило, эксплуатирует слова паразиты, подобные вот этому слову. Давайте послушаем, посмеемся дальше. Вы не понимаете, что вы говорите в судне комбанке, понимаете? Скажи, что ты умного сказала? От того конкретно, что именно нужно осознание чего должно быть. Вот скажи, что ты умного сказал? А вы кто-то такой, что я перед вами как-то отчитывал? Скажите, вы кто такой? Вы долги в банке понабрали и не платите. В общем, кто такой, чтобы я перед вами тут как-то отчитывал? В общем, кто? Кто по жизни просто? Кто вы по жизни? Кто вы по жизни? Я гражданин Российской Федерации. Да отойдите вы от зеркала! Я в общем говорю, отойдите от зеркала! Отойдите! Дурочка, я гражданин Российской Федерации. Ты не понимаешь, что это ты? Да от зеркала говорю, отойдите! Вы что, вы можете от зеркала отойти, а? А зачем от зеркала? Всё, мы с вами нормально поговорим? Ой, бессильная девочка. Тебе в голову что-то вдолбили, что зеркало, зеркало — это главный аргумент звонилки телефонной это ваша мама такая мама говорила ваша такая Егор Михайлович Мама ваша такая Хочешь я тебе про твою маму расскажу? Себе скажите Себе скажите Себе скажите Не надо рассказывать Себе расскажите Вы жалок Вы жалок необразованный Вы жалкий необразованный мужчина и кроме долгов в свои годы вы ничего не достигли и не достигнете Понимаете? Мне жаль что таких как вы носит наша планета Мне искренне жаль честно Себе жаль? Ты можешь все что-нибудь сказать? Что еще вам сказать? Что вам еще сказать? Долги когда вы будете оплачивать? А еще что? Долги вы когда будете возвращать банк? Вы взяли денежки и сдадите? Возвращайте Хоть это у вас хватит ума чтобы найти для неизвеста пойти и в банк отнести А попить? Этого хватит у вас? Вот знаешь как раз таки у меня хватит ума этого не делать Хватит? Хватит? Не делать хватит? А сделать этого не хватит? Да? Не хватит сделать? Не хватит? Мой ум мне говорит следующее Не вздумай этого делать Не вздумай Я с ним знаешь соглашаюсь Потому что у меня имеется куча аргументов этого не делать Причем обоснованных законодательством Российской Ну в таком случае ждите значит гостей в гости Понимаете? Ждите гостей Прискал коллектор Они с вами разговаривать не будут уже Понимаете? А что они будут делать? Что они будут делать? А это уже мне кажется сама видней Вы газетки читаете? Телевизор смотрите? Нет? Просветитесь хотя бы Просветитесь Хоть что нибудь узнайте вообще Хоть как коллекторы работают Хоть что нибудь запомните Свою-то головушку Которую кроме мата Вы ничего больше не знаете Понимаете? Просветитесь А кто вы такой? Кто вы такой? Вы кто такой? Я вам сейчас Вас Кто такой? Вы кто такой? Вы кто такой? И что? И что дальше? А это для тебя мало? Я еще друзья добавлю Как говорится А что ты тогда звонишь? Раз ты не собираешься Ну вот ты позвонила Ну понятно Человек тебе задает Соответствующие вопросы Ну на фоне всего Происходящего Знаете? Какой-то незнакомый Человек звонит И потом говорит Кто вы такой? Чтобы я с вами разговаривала Так по-моему 03 то надо было Тебе вызывать Или уже для тебя вызвали Ты оттуда Звонишь С той самой палаты Как ты сама сказала Где-то там В первой половине Вот этого Вот этой беседы Что нужна психическая А псих-помощь Она сказала Я не стал комментировать Она сказала Вам нужна псих-помощь Ну что Видимо Знает о чем говорит Давайте Слушать дальше Вот эту веселуху Мало Да Мало Гражданин Российской Федерации Является высшей ценностью государства Такой как вы Нет А понимаешь Никто За неуплату кредитов Никто у меня не отнял И не отнимет никогда Моих гражданских ценностей и прав Угу Угу Ага Да у вас ценности У вас ценности Антонин Знаете Не то чтобы гражданские Это вот бумага Что вы живете Вы существуете Что вообще есть в России Такой этот человек Да А ценности Именно какие-то Моральные ценности И воспитания У вас их просто нету Понимаете Вы просто Вы как Вы как Да вы кто такой Что я с вами об этом разговаривала Вы кто такое вообще А ты кто такая Вы кто Вы кто Вы кто Я же сотрудник банка Я же сотрудник банка А вы кто Кроме вашей необразованности Кроме вашей необразованности Я ничто от вас нового не услышала Ну то что ты являешься Вы же не Егор Михайлович Знаете Я знаете Мне понимать То есть от всех дальнобойщиков Трассы Махва Владивосток То есть я тебе только что сказал Что твоя мама прошмандовка И обслуживает всех дальнобоев на трассе И получилось Вот Это ваша мама такая Я очень за нее рада Я очень рада Я очень рада Я очень рада за ваших родителей И получилось вот такое вот недоразумение Как ты Такой привок В обществе Такая вот Да что вы Это Вы 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 про себя Вы про себя говорите Вы про себя говорите Мне жаль вас Я же сейчас смотрю Мне жаль что у вас такая сия Которого Не то что мозга Даже элементарно Я же еще раз говорю Что мне жаль вас И вот эта девочка Я еще не говорю Что мне жаль вас Мне жаль вас Мне жаль вас Мне жаль вас Она в принципе из себя ничего не представляет Никаких прав Таких особенных не имеет И кроме того что Заплатили 30 тысяч за оскорбление сотрудника банка На основании чего Каким образом Эта девочка даже не представляет Как это происходит Как это может Что вы говорите И прежде чем Что вы говорите Что вы говорите И прежде чем Есть 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 Обязательно Уже разбежалась Обязательно Обязательно И нести Вся И нести Вся Вся Обязательным языком Со ссылками На Условия Договора Заключенного Между клиентом банка И банком На Некоторые пункты Законодательства Привели Примеры Она вместо того Чтобы Хотя бы чем-то Подумать Значит так Теперь слушай меня Я не собираюсь Слушать вас за ваш бред Понимаете Где уровень я и ключ составляет Минус сто Я не собираюсь Теперь слушай меня Внимательно Облады не будет В ближайшие два дня Разговора Ждите в гости коллекция Вам ясно Вам ясно Говорю Не нужно со мной говорить В два тона Вам ясно Вот начальство Мало не покажется Потому что банки Да что вы говорите Да что вы говорите Она не понимает Да что вы говорите Упомянув газеты Здесь она уже нарушает Некоторые статьи Уголовного кодекса Российской Федерации Да И здесь конечно Я не буду говорить Что ее посадят Не посадят конечно Но В ее словах Есть так называемая Угроза Жизни и здоровья А также Оскорбление Непосредственно Клиента банка И гражданина В том числе А также Оскорбление его родственников Неоднократно И так далее И тому подобное Плюс Несоблюдение Различных Пунктов Законодательства Несоблюдение Должностных Инструкций Я сомневаюсь Что с ними ознакомлено Хотя бы Теперь меня Теперь меня Слушай Непосредственно Юридическое лицо Наказывается штрафом Я вам еще раз Сказала Юридическое лицо Наказывается штрафом От 1 тысячи до 5 тысяч рублей Соответственно Книжку Книжку Уберите Юрий Михайлович Уберите Корб dentro Книжку Уберите Я вам еще раз Не ты Не ты Не ты А вы Не ты Это банк Российской Федерации. То есть вы дурочка. Чем вы меня еще можете напугать? Это ваша мама такая, я вам еще раз говорю. Мама ваша такая, ваши будущие дети такие. Вам ясно? Вам ясно? Или даже которые уже не будущие? Вам ясно? Я вам еще раз говорю. Я вам еще раз говорю. Азиатко-Тихоокеанский банк в прошлом году с октября по декабрь не имел лицензии. Именно из-за таких вот звонилок, как ты. Поэтому сейчас, если ты... Это ваша мама такая, вам ясно? Ваша мама такая, я вам еще раз говорю. ...ответствующие отчеты на сайте СБРФ. Именно за счет этих вот действий неправомерных АТБ был лишен лицензии. И сейчас девочки и мальчики Азиатко-Тихоокеанского банка разговаривают не в пример вежливее, и не в пример конструктивнее, чем вы. Я вам еще раз говорю. У меня-то, у меня-то будет не голословное заявление. У меня будет доказательная база того, что... Пожалуйста, вперед, 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 вам фамилию свой сказать, адрес названия сказать, паспортные данные сказать. Назови. Назвать? Назвать? Вперед из песни можете бежать в прокуратуру, право сейчас подрывать. Так называй, фамилию, имя, отчество, паспортные данные свои. Называйте, я слушаю. Что еще назвать? Что еще вам назвать? А что вам еще назвать? Ну что еще? Ну говорите, что я вообще должна назвать? Ну достаточно будет своих данных. Начитались книжку, книжку, книжку с руку, книжку с руку, книжку с руку убрали, убрали, все. Девочка, называй. Теперь, теперь, это я еще с вами говорю, это вы так маму свою будете называть, вам ясно? Это маму будете так называть. А теперь, а теперь послушайте меня, а теперь послушайте меня. За неуплату, Егор Михайлов, за неуплату. Вам знакома статья, как 150, 159, а знакома такая мошенничка в сфере крепления? А знакома такая статья? Знакома. Знакома? 283, 283 знакомая? Знакомая, 283 знакомая? 283 какого кодекса? Знакомая? Знакомая я вам говорю статья? Я говорю, какого кодекса 283? Уголовного, уголовного, вам уголовного, знакомого? Знакомая я вам еще раз говорю. Я вас спрашиваю вопрос, вам знакомо? Я говорю, что там? Вам знакомо? Я вам еще раз говорю. Вам знакомо? Если не знакомо, возьмите книжку, прочитайте, может, буквы знакомые увидите. Вам ясно? Я не знаю, что-либо говорить. Татья 283 УК РФ. Ты знаешь, что это за статья? Я знаю. Что это? Разглашение государственной тайны хочешь сказать? То есть я как-то государственная тайна. Дурочка. Ты сейчас просто... Егор Михайлович, это ваша мама такая, я вам еще раз говорю. Это ваша мама такая, вам ясно? Если будут, как к нашему разговору, можно здесь очень много человека присобачить. Вот мне расскажи, непонятно, где у нас в том разговоре государственная тайна. Потом в суде, в суде, я вам еще раз сказала. Это разглашение государственной тайны, дурочка. Ты понимаешь, какую хуйню? Это ваша мама такая, я вам еще раз говорю. Да, статью внимательно почитайте. Татья 283 УК РФ, вот чисто для тебя я скажу, эта статья называется «Роглашение государственной тайны». Понимаешь? Егор Михайлович, я вам еще раз повторяю. Я служащим какой-то корпорации типа «Росатомы». Если б я какие-либо секретные данные передал противной стороне, в этом случае, да, безусловно. Егор Михайлович, я вам еще раз говорю. Ни один суд, ни один здравомыслящий человек в принципе здравомыслящий человек. Скажите, вы неадекватные? Вы неадекватные, знаете, мне нет времени с вами разговаривать. Вы деградат сообществом, мне что с вами разговаривать. Ваша мама такая, вам ясно? Ваша мама такая и ваши дети такие, вам ясно? Вам ясно говорю еще раз. Она наугад поназывала, опустили тебя нежеплинтуса, показали, что ты наносишь, а ты продолжаешь переходить до личности дементарно. Да что вы говорите? Это ваша мама такая, еще раз я вам говорю, это ваша мама такая. От зеркала отойдите. Это, конечно же, это ржака, это ржака действительно достойна того, чтобы стать, ну хотя бы на неделю хитом в Ютьюбе у Дмитрия Кузнецова. Это обязательно, это как пить дать, 100%. 1010 только за неделю просмотров тебе обеспечено железобетонно. Это раз. Особенно 283 ЛК РФ. Это что-то с чем-то. Поэтому я тебе советую в Ютьюбе набери Дмитрий Кузнецов. Я не знаю, когда он там по вторникам, по-моему, четвергам выкладывает. Ну, соответственно, в четверг ожидай себя на Ютьюбе, послушаешь какая-то беспомощная и несостоятельная... Обязательно. Ты несостоятельно картлить. Это сразу понятно. У тебя никаких аргументов нет. Ничего ты привести не можешь. Я поняла, что вы про себя говорите. Я все прекрасно понимаю. Хорошо. Ты мне уже 20 раз сказала, что тебе не о чем со мной разговаривать, но ты со мной ведешь диалог. Соответственно, я делаю вывод, что ты пытаешься какие-то знания, наверное, от меня к себе перетянуть, чтобы хоть что-то знать, хоть как-то быть вооружена. Вот. Как завещал Владимир Ильич Ильянов, ну, надеюсь, ты знаешь, что это такое. Он говорил, учиться, учиться, еще раз учиться. Александр Васильевич Суворов говорил, что учение света не учение тьма. Это он говорил в своей книге «Наука побеждать». Он всегда так просвещал. Он делал то, что занимался просвещением своих солдат, крестьян, ну, которые выставили из крестьянских семей, которые, ну, вместо подписи крестики ставили. Вот. Он их учил, ну, азам, элементарным вещам. Игорь, я вам еще раз повторяю. Я, вы меня, теперь меня послушайте. Такие, как ты, в принципе, не в состоянии принять что-то от другого человека. Они считают, что все, что они знают, это единственно правильное, единственно, возможно, верное действие. И кто бы что ни говорил, и не важно, кто говорит тебе. Если ты будешь общаться на юридические темы с юристом, то у тебя в любом случае юрист будет неправ. Если ты будешь на экономические темы с экономистом общаться, то у тебя экономист будет неправ. Если ты будешь... Сиди меня, послушаем, я еще раз вам сказала, что была оплата по кредитной карте, которую вы взяли. Газал еще два дня, сегодня, завтра. Вам ясно. Вам ясно, говорю еще раз. Которая только умеет... Это вы про себя говорите? Я за вас, я еще раз говорю, приятно с вами познакомиться. Меня зовут Ксения Викторовна. Вам ясно? Непонятная инсинуация, при этом не понимая смысла своих слов. При этом, когда ей задают вопрос, ты понимаешь, что ты несешь, какую фирму? Она пытается как-то уйти от ответа. Вот я, например, так и не понял, каким образом 283-я УК РФ будет с нашим удилом привлечена. Каким образом 159-я мошенничка? Вот я хотя бы, интересно, открывала эту статью, читала. Вот просто непопытно. Я вот думаю, почему-то 189-ю УК РФ не вспомнил. Вот мне вот интересно. Вот любопытно. Ты, наверное, просто не знаешь о том, что эти статьи существуют, о том, как они называются. Насчет 283-й статьи УК РФ, я думаю, ты просто перепутал с 253-м федеральным законом Российской Федерации. Дело в том, что 253-й федеральный закон, он, конечно, имеет отношение к нашему с тобой разговору, но он имеет косвенное отношение. И с тобой его обсуждать смысла нет, потому что его понятия не имеют, что их такое, чем его едят. Ну, почитай на досуге 253-й ФЗ, это закон о потребительском кредитовании. Это вы почитаете. В общем, Егор Михайлович, нет уже времени разговаривать с такими, как вы, я еще раз говорю, что на ближайшие два дня была оплата, вам ясно? Сегодня максимум ясно. Не надо со мной два тона говорить. Вам ясно? Ну, хотя бы, ну, полгодика работать. Я не знаю, есть у вас там такие или нет. Насколько я знаю, у вас точки текущие, в плане на ваших должностях, люди порой, большинство людей там отработают, если неделю очень хорошо, но многие вообще там после пары часов работы собирают манатки и бегом, крестят, что вы их потом туда не взяли и так далее, и там подобное. Поэтому ты поспрашивай, как лучше себя... Егор Михайлович, обратитесь к врачу, пожалуйста. Сегодня же обратитесь. Качественные. Насчет врача я тебе скажу следующее. Я до сих пор не могу дождаться врача, которую я должна была вызвать. Ты обещала вызвать 50 раз, мне сказала, что... А я не могу вызвать. Видите, я с вами разговариваю, я не могу вызвать. Понимаете, у вас рот не закрывается. Вы даже рот закрыть не можете, когда с вами разговаривают. Таким образом мой рот мешает тебе вызвать... Егор, потому что это я вам звоню. Это я вам звоню, вам ясно? Это я вам звоню, и вы должны меня слушать, понятно, а не вы мне. Вам ясно? Я тебе посоветую почитать 152-й федеральный закон. Там все черное прописано. По делам упрописано. А я вам... В данной ситуации, когда ты мне звонишь, ты находишься на вторых ролях. То есть, ты позвонила мне, ты вторглась в мое личное пространство. Читая Конституцию, первые 24 статьи Конституции. И вторглась в мое личное пространство гражданина. И требуешь, пытаешься установить свои правила. Но в данной ситуации, согласно 152-му ФЗ, ты обязана полностью идентифицировать себя без напоминания клиента. То есть, назвать полностью свою фамилию и отчество. Назвать организацию, интересы которой ты представляешь. И назвать адрес хотя бы организации. Где ты работаешь и находишься. Только после этого, если клиент счел, что этого достаточно для идентификации, если считает клиент, что ты действительно идентифицирован, в этом случае клиент может с тобой разговаривать. Но клиент имеет полное право потребовать дальнейшей верификации тебя, как звонящего. И поскольку в том же 152-м ФЗ написано, что по телефону невозможно, надеюсь, ты понимаешь слово невозможно, идентифицировать личность со стоп-процессной вероятностью, то в этом случае клиент вправе послать тебя на юг и так далее, и без каких-либо для себя последствий не разговаривать с тобой, не отвечать на твои вопросы. То есть здесь вопросы задает клиент банка. Отвечает, вот же опять-таки, если имеет на то желание. Вот. Надеюсь, для тебя... Все, вы себя утешили, вы себя утешили. Я говорю, все, вы себя утешили, Игорь Михайлович, вы себя утешили. Вы себя утешили. Вы себя утешили, вы себя утешили. Все, вы шутили. Я вам еще раз говорю, вы себя утешили. Вы себя утешили. Ты считаешь, что ты права. Вы себя утешили. Ну, как говорится, Бог... Вы себя утешили, еще раз говорю. Да, вам судья, понимаете, вам судья, понимаете? Ты поймёшь, что, ну хотя бы, надеюсь, поймёшь, хотя такие люди, как ты, могила даже не исправить. Да что вы говорите, это вы, наверное, туда скоро отправитесь, вам ясно? Вот, вот, вот. Сейчас, кстати, ты нарушила, знаешь, какой вид законодательства? Ты сейчас нарушила 250-й федеральный закон. В котором чёрно-побелый закон, что кредитор не имеет права оказывать на заёмщика, имеющего прокроченную должность, а именно так правильно определить мой статус для текущегося банка, а никак не должник, поскольку должником я скажу, что это уже решение суда. В общем, не есть, чем больше с вами разговаривать, я завершаю телефонный разговор. В федеральном законе написано, что запрещено использовать приёмы психологического давления, запрещено заёмщика. Да что вы говорите, да? Да что вы говорите, да? Да что вы говорите, да что вы говорите? А сейчас ты два раза сегодня конкретно попыталась надавить на меня, используя неверные, во-первых, данные, а во-вторых, ты, как бы тебе это поточнее сказать, ты уже нарушила действия некоторых статей Уголовного кодекса Российской Федерации, за что предусмотрено соответствующее наказание, ну в данной ситуации, конечно, это только штрафы максимум, небольшие, но тем не менее. Так вот, девочка, а ты понимаешь, что может произойти, если, например, это будет так аудиозапись, так ясно ещё раз. В общем, я не собираюсь с вами вести вот этот непонятный просто, не собираюсь слушать ваш бред, понимаете? Я не собираюсь слушать больше ваш бред, я завершаю, я завершаю наш телефонный разговор, вы ещё слышите меня? Я вам ещё раз повторяю. Я завершаю наш телефонный разговор и больше разговаривать с вами. В принципе, не существует... Вы не адекватны, скажите мне, вы пьяны, вы пьяны, скажите мне, вы пьяны. Я говорю, а вы слушаете, вам ясно? Это вы меня будете слушать. Вам ясно? Я вступил в могилу раз... Это вы меня будете слушать. О том, что нужно читать газетки, смотреть телевизор, о том, как работают коллекторы. А если ввести в поисковики коллекторы, достаточно легко увидеть, что там и бутылки с изжигательностью бросаются, или термору, руки-ноги с долги ломают, понятно. Егор Михайлович, идите на кухню, рот вы закройте затычка, а я уже слушать вас устала. Вы говорите, все кибриды, я не хочу вас больше слушать. Вам ясно? Я вам ещё раз говорю, вам ясно? Вы не понимаете русского языка, да, вы когда говорят? Мозгопники налетят и... А, я забыла, у вас же мозгов не хватает, вы же как... Вот. А как ты думаешь, что там зайдёт после этого... Я вам ещё раз говорю, да. Вы не понимаете, вы неадекватные? Это мама ваша такая, мама ваша такая, мама ваша такая. Вам ясно? Мозгопника, потому что в этом случае тебе светит реальный уголовный строк. А, да. Но ты... Да, может вам светит, может вам светит, вам вам светит, неси, тебе нет. Да, конечно, меня... А знаете, что за оскорбление, если не желать, если достоинство, понимаете, другого лица, вырезание в личной форме, что вы сейчас говорили на протяжении 83 раза в мою сторону, у нас всё это фиксируется, да. Да, это разговоры, а ты же сама лично в суд. И мы с вами там встретимся, понимаете. Я так буду рада вас увидеть безумно. И что вы должны делать из штрафа за каждое ваше слово... ...человека, который летает в 288... Вы не слышите меня? ...в уголовного кодекса Российской Федерации. Да, 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 283 статья, часть 3. Друзья мои, я уже думал помочь ей, может быть, действительно, загуглил, да, наизусть не помню, естественно. Но нет в 283 статье Уголовного кодекса вообще части 3. Есть первая, вторая часть, и действительно она гласит об ответственности за разглашение государственной тайны. Ну и разглашение сведений, либо незаконное получение сведений. Ну это уже 283.1. И вторая часть, значит, те же деяния, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия. Ну, блин, ну не знаю, даже вот так вот, ну не смог ей помочь. И в этой связи подтверждаю, констатирую. Приколотила она себя к позорному столбу, действительно. Ей говорили выдержки из закона, она не хотела слушать. И в итоге мы приближаемся к финишу, к самому желанному. Наверное, все, кто выслушал, поздравляю. Да, вы совершенно правы, да, да, вы совершенно правы. Но здесь все, что вы безграмотный, вы безграмотный жалок человек, понимаете? И мне нечем больше с вами говорить, вы не понимаете ни одного слова. Вот, уже 87-й раз. Интересно, какая дура. Дура, не дура, идиотка, психически нездорова. Это, наверное, знаете, эпизоды из ее диагноза. А вот в ее медицинской карте, если у нее есть. Если нет, дорогая, ты наверняка слышишь, срочно к психиатру. Не к психотерапевту, не к психологу. К психиатру. Тот человек, который занимается отклонениями, расстройствами психическими. Тебя нужно лечить. Потому что перед тобой сейчас, точнее с тобой, разговаривал совершенно вменяемый человек. А второе отдельное спасибо. Вменяемый человек, который продемонстрировал свою компетентность. Продемонстрировал, скажем так, чувство такта, где мог с тобой. Потому что лучшего ты не заслуживаешь. Это мое мнение. Кто по-другому считает, пишите комментарии, конечно. Я считаю именно так. И здесь, как я люблю говорить, я выключаю комплекс гусара, якобы перед дамой. Нужно там расшаркиваться. Ну, не лезьте вы, дамочки, коллекторы, взыскатели с Восточных Эспрессов, русских стандартов и тому подобной шушеры. Наражен. И никто вас не будет, скажем так, посылать туда, куда вам положено. Вам сразу сказали. Кстати говоря, послали на три буквы, посередине буква О. В суд. Почему вы не восприняли адекватно госпожа вот эту информацию? Она максимально исчерпывающе дает оценку вот этим всем отношениям. Все остальное в большей либо меньшей степени, но в контексте уж точно ваших всех звонков, это вымогательство. Попытка ввести в заблуждение и заставить человека бежать платить. Как вот эти бабушки неразумные делают, как люди, которые не удосуживаются почитать, вот на них расчет. Так что, на клиенты нашей организации, гости, подписчики, слушатели нашего канала, я надеюсь, вот не в числе этого стада, которое бежит. Ну, собственно говоря, мы революции не пытаемся совершать, но как можно больше количества людей хотим, чтобы обратили внимание на наш канал и успокоились. Действительно, поэтому, кто вот ставит лайки, комментарии пишет, пожалуйста, еще одна просьба, репост в соцсетях делайте, пожалуйста, делитесь в соцсетях, где вы зарегистрированы роликами, и как можно больше количества людей пускай узнает. Ну, еще хотелось бы попросить вас, само собой, как я и говорил, ставить лайки и загляните в группу ВКонтакте, там много интересного, ссылочка на группу в описании ролика. И в двух словах, быстренько, для тех, кто недавно на нашем канале, кто хочет, скажем так, встать под юридическую защиту, мы действительно серьезная организация, работаем не первый день и обслужили не одну сотню клиентов, дистанционно работаем мы по всей России, лишь бы был у вас интернет. Пожалуйста, посмотрите видео на нашем сайте, из которого вы поймете, как устроена работа специалистов нашей компании, что мы для вас делаем, в какие сроки, сколько это стоит, и почему это намного лучше, чем идти на поводу у банков. Точнее, вы знаете, не подходит намного лучше, то есть идти на поводу у банков, это глупость глупая, а грамотно защищаться, либо самостоятельно, либо с помощью знающих, уверенных в себе специалистов, это вот правильный выбор. На наш сайт вы можете попасть, пройдя по ссылочке, которая есть в описании ролика, ну и, конечно же, для вашего удобства, сейчас в правом верхнем углу видеотрансляции выходит кликабельная подсказка. Вот она. Посмотрели видео, сделали все, как положено, расписано на видео и ждем звоночка нашего специалиста. Звоните, по-моему, из телефонов, которые указаны на сайте. Если вы забьете себе в контакт, в память своего телефона эти цифры, то наверняка вы не пропустите звоночек. Звоним мы в рабочее время, кроме субботы и воскресенья, по московскому часовому поясу. Итак, оставляйте заявочку на обратный звонок и не пропустите звонка нашего специалиста. Но делайте это только после того, как посмотрите видео на сайте. А с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алям. Всего вам хорошего, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok